Продолжение следует... Рост заработной платы и, скажем, достижения средних праздниц. У нас для этого есть все возможности, но здесь необходимо работать в нескольких направлениях. Первое – это создание высокопроизводительных рабочих мест. И первое направление. Второе – это увеличение объемов отгрузки, то есть расширение своих возможностей с точки зрения успеха. Такие предприятия у нас поддерживают. Но надо перед ними ставить задачи, чтобы они все-таки нас не демпендовали с точки зрения уровня зарплаты, а наоборот подтягивали. Здесь два детских сада находятся на поселке, жителей более 11 тысяч. То есть потребность, конечно, будет, это нормальный норматив. Вот на этом плане строительство, да? Да. Оно у нас выходит туда? Оно как раз, ну часть с городом ограничена, где аэропорт. Значит, с Клоково граничит. В сентябре уже общая работа, скажем, будет закончена, останется отделкой. К концу года мы планируем, что вот этот комплекс, это аналогичный такой же комплекс у нас с Щекиной, с Урецкой. Здесь у нас бассейн на шесть дорожек. У нас в Туле нет ни одного бассейна на шесть дорожек, да? То есть вот бассейн, который мы с вами строили по университету, там на четыре дорожки. И, соответственно, еще спортивный замок функциональный. Ну, вы ехали, видели, что у нас там еще есть уличные, так сказать, плоскостные сооружения. В принципе, это вот точка притяжения, которую будет обслуживать не только Ленинский, не только Обидимый, не только Плеханово, но и Богучарова. И, соответственно, Зареченский район Туле. У меня брат живет в Ленинском по улице Пушкина и улице Терешковой дома аварийные. Значит, вот что касается аварийного жилья, и аварийного, и ветхого. Давайте я там справку небольшую. Всего у нас в области на сегодняшний день 2,5 миллиона квадратных метров аварийного и ветхого жилья. Значит, аварийным признано на 1 января 2012 года жилья 368 тысяч квадратных метров. Значит, вот эти 368 тысяч попали в программу переселения, которую мы, в соответствии с указом президента России, должны выполнить до 1 сентября 2017 года. Чтобы было понимание, на эту программу нужно больше 11 миллиардов рублей. Пока у нас денег, которые нам выделяет фонд реформирования ЖДХ, и то, что у нас заложено в проекте бюджета в Тульской области, на 2014, 2015 и 2016 годы заложено только чуть больше 7 миллиардов. Еще, как я уже сказал, больше 2 миллионов метров это жилье ветхое, ну или, по сути, близкое калорийно, вот похоже, как Валентина Кузьминична говорит. Значит, что мы делаем по этой программе? У нас есть субсидии, которые мы выделили. На субсидии у нас, в этом говорю, заложено 300 миллионов рублей. Значит, кто имеет право на субсидии? Право на субсидии имеют многодетные семьи, право на субсидии имеют жители, которые живут в ветхом жилье. Соответственно, ну, там, бюджетники, да. То есть, вот эта программа 300 миллионов рублей. Кроме этого, у нас еще есть программа. По этой программе, мы думаю, что мы предоставим примерно около 300 субсидий. У нас средний размер субсидий 900 тысяч рублей. Ну, примерно около 300 субсидий. Еще 500 субсидий ежегодно мы предоставляем молодым семьям. Поэтому, Валентин Кузьмич, надо не ждать, а смотреть, по какой из программ мы можем пойти дальше. Эти субсидии можно использовать как первый взнос на приобретение жилья по ипотеке.